Сегодня 29 июня 2021 год. Вот что происходит с моими огурцами в мешках. Смотрите, они болеют. Вот так пятнами. Я не знаю, может им чего-то не хватает. Это ли какая-то болезнь. Но пока что огурцы есть. Завязи есть. Огурчики я собираю. Вот видите, в принципе все. Почему они болеют, я не знаю. Я не огородник до такой степени. И эти, которые на земле тоже покрываются пятнами. Может быть осадки какие-то у нас дожди. А может изнутри болезни. Я не знаю. Ну огурцы мы рвем. Огурцы хорошие, они горькие. Я срываю их небольшими, чтобы закрутить и покушать. Ну вот огурчики-то неплохие. Ну а что? Ой! Господи, что происходит с этими? Непонятно. Сколько они продержатся в таком виде? Я прочитала, что нужно зеленкой побрызгать. Пролечить. Ну пролечила. Побрызгала. Разбавила зеленку в воде, как написано. Побрызгала в дне. Полила. Но все равно. Видите, они все равно все пятнами. Не знаю. Я вначале удаляла. А что ж теперь все листья удалять? И засыхают. Помидорчики только начали цвести. А эти, видите, и там, и там. Вот они. Почему-то портятся. Но все равно я довольна. Не нужно полоть. Огурчики есть. Поливать легко. Полил и все туда. А болеют они и в открытом грунте болеют. В общем, мне понравилось такое решение. И в следующий раз я опять буду сажать в мешки. Во-первых, вертикально, удобно. Ну и сколько-то все равно огурцов есть. Вот такой огород. Видите, вот они растут. И даже с помидорами рядом. Ну что было, то и посадили. Зато полоть не нужно. Уже легче. Сейчас я соберу огурчик и покажу, сколько сегодня огурчиков. Ну вот я собрала. Что сказать, тоннами я их не собираю, конечно. Но вот сегодня такой урожай. И слава Богу, покушать хватает. Так что с этих восьми мешков вот столько огурчиков. Я думаю, что неплохо. И в следующий раз я опять так же сделаю. Сажать можно на том же самом месте, потому что в мешках все равно меняется земля. Или досыпается, если мешки испортятся. Или в новые насыпать новой земли. Удобно не полоть, не наклоняться. Еще бы не болели, было бы совсем хорошо. Ну посмотрим, что будет дальше. Нас в этом году баловала все-таки природа. Потому что были дожди. И поливать мне приходилось только, когда не было дождей. А теперь посмотрим, что у меня здесь. Вот здесь у меня тоже немножко огурчиков посажено. Здесь кабачки. Я их вчера собрала. Сегодня огурчики. Ну здесь тоже есть. Ой, тут наклоняться надо. Вот в чем неудобство. В том, что наклоняться. Надо за этими огурцами. Я хотела их привязать вот к дереву. А, привязала их. Тут же нашлись такие гуси, козы, которые все это поймали и съели. Так, ну собираем. Ну вот, что я собрала здесь. Совсем немножко. Ну и кустиков здесь немножко. Я хочу сказать, вот эти огурцы никто не поливал вообще. Они, ну, кроме дождя. Ну смотрите. Пятна. Все равно пятна. Вот откуда это все. Здесь только дождь идет. Вот здесь рядом вот помидоры цветут. Здесь тыквы. И почему они эти болеют, я не знаю. Такое ощущение, что с неба что-то падает на них. Такое поливает, что они болеют. Ну, все равно, спасибо огурчики. Я маленькими срываю, потому что люблю маленькие закручивать. И кабачки. Кабачки я собрала. Заморозила часть. Вчера я собрала все. Это я редко сажала, а получилось так часто. Густо. Густые насаждения. И вот сегодня это из мешков огурчики. Это просто, которые росли в огороде. Это вот я уже заквасила. Пусть квасятся огурцы. Я люблю квашеные огурцы. Не маринованные, а квашеные. Ой, это сегодня собрали шелковицу. Я ее замораживаю. Это пирог из вишни. Вот такие прелести жизни в деревне. Или в станице. Ой, красота. Когда вы живете в станице и не надрываетесь, а делаете все в удовольствие, потихоньку, в меру своих сил. У кого есть силы на гектар земли, дай бог, пусть обрабатывают. У меня нет таких сил. Поэтому я выращиваю понемножку, потихоньку. И в удовольствие. Главное, что... Зато оно свое, вкусненькое. Огурцы просто прелесть. И все остальное тоже. И вот морозилка. Видите, там и вишни, и малина, и шелковица, и кабачки. Вот так я их замораживаю. А потом в кулечки. Вот эти они легко отсоединяются. Не прилипают, когда их вот так. Легко отсоединяются. И все. Получаются целенькие. Эти готовить и кружочками. Вот я здесь нарезала. А здесь просто целиком. Сейчас я положу их в кульки и еще заморожу. Это козе дам, козам. А это можно еще заморозить. А большие я даю животным. Вот я порезала. Можно чуть-чуть солью посыпать. Они любят это. И несу своим козочкам. Ну что, козочки. Меня спрашивали, где я сушу перья. Вот здесь и сушу. Под навесом. Вот они висят. Там, где козы, под навесом сохнут пух и перья. А вон там козочки мои сидят. Это у них кормушка. Ну, вот вам тыковки. Вот вам кабачки. Вы не голодные, да? Вы целый день послезь. А теперь не голодные. Ну, будете кушать? О, с удовольствием, да, красотка? Милашка, а ты влезать не хочешь оттуда? У них там драка идет за это место. Им нравится это место. А красотка там в домике. Ага. А кушать не получается, милашка. Вылезай. Вот так. И с удовольствием ест. Много не надо, но одного кабачка им хватит. А много может быть понос. Слабительное. Ай, вкусно, да? Вкусно? Вкусно. Милашка, а ты нет? Не вылезешь. Если вылезешь, красотка займет твое место, да? Ну, смотрите сами. Они любят подраться, потому что с рогами. У меня были козы безрогие. Мне больше нравились. Ну, к сожалению. Родились вот такие рогатые. Да, козочка не выжила. Может быть, у красотки родится безрогая козочка. Я буду мечтать об этом. Потому что я не знаю, с каким она козлом погуляла. Сама красотка. Ну, через месяц. Нет, да уже меньше. Да, где-то через полмесяца уже должны быть козлятки. Ну, вот красотка ест на здоровье. А траву я им насыпала. Они ее всю разбросали. Еще я пшеницу им даю с кукурузой. Они это любят. Но они целый день паслись на траве. И стоит у них еще вода и соль. Ай, вкусно. Ну, на здоровье пока. Я не поняла. Это мамочка, у которой утята подросли. Она уже опять гуляет. Договариваются сели с ним. Видите, как. Да. У них такие игры. Может, опять сядет на гнездо. Хорошо.